Записываю, включил запись и приветствую всех. И еще раз поздравляю с прошедшим Днем Ярушалаима, праздник, о котором никогда не мешает напомнить, потому что о нем забывают. И сегодня я хотел сделать с вами необычную вещь. Я хотел сначала продвинуться дальше и говорить о закончите Амараев и перейти к эпохе Гаонов и так далее. Но как-то я посмотрел на схему Танаев, сделал ее для вас. И мне захотелось дать полную картину. Не то, что мне захотелось, а мне кажется, что это совершенно необходимо, опять же, сделать уникальную вещь, которую мы с вами делаем, только уникальные вещи. И посмотреть, получить такую цельную картину, цельный взгляд на вещи эпохи Танаев. И, конечно, не только повторение. Мы с вами постараемся расширить представление о Талмуде и о мудрецах Талмуда. Я уже не спрашиваю вас разрешения, потому что бесполезно это то, что я приготовил. Есть у меня и куски из огорода, приготовленные для вас, если мы успеем добраться. Но вот этот момент очень-очень бы хотелось. С молитвой ко Всевышнему мы сейчас с вами откроем схему. Сейчас с вами откроем схему. И вы убедитесь в уникальности материала. Вот эта схема, над которой я долго сидел, для того, чтобы сделать ее приемлемой для вас на русском языке. И видно хорошо. Считайте, кто хочет, пусть считает, что у нас урок повторения. Кто хочет, пусть считает, что урок обращения, продолжения. Как вам больше нравится, мы постараемся с вами сделать что-то очень интересное. те отдельные куски, обрывочные изменения цепочки, которые мы с вами смотрели до сих пор, посмотреть их целиком. Итак, мы с вами на этой схеме видим прежде всего и Леля, и Шамая. И мы с вами отмечаем, что это район... Секунду. Вот это нам мешает. Мы переставим, да? Мы прежде всего отмечаем с вами, что в районе 60-го года, до этой эры, происходит война Уркануса и арестовала двух потомков хашманаев, междоусобная война, в результате которой Помпей приходит в Иудею, приходит в Ирушалаем, делает царем Антипатра, человека из Идумеев, не еврея, и власть еврейская на этом заканчивается фактически. Наступает изгнание, потому что определение изгнания это не еврейская власть, еще храм стоит на своем месте, но мудрецы видят начинающееся изгнание, воспринимают свою эпоху как уже начавшееся изгнание. Мы с вами помним, что в это время живет Хони Амаагель, человек, который чертит круги, и он обладает столь высокой праведностью, что он говорит Всевышнему, потому что он не выйдет из этого круга, пока он не даст сыновьям Израиля дождя. А понятное дело, что дожди не очень-то выпадают, потому что духовный уровень народа, мягко говоря, не так уж высок. И идут дожди. И мы помним с вами, что у Иосифа Флавия написано, как погиб Хони Амаагель, Гурканус привел его к осажденному Иерушалаему и требовал от него, чтобы он молился, чтобы он захватил Иерушалаем, в котором заперся Арестобол. Хони Амаагель отказался молиться за то, чтобы одни евреи убивали других, и Гурканус убил Хони Амаагель, великого праведника. И как мы можем представить себе и за годов, и Медлашин Всевышний, и Всевышний отомстил, в общем-то, всему народу. И была засуха, и было землетрясение, и были междоусобные войны. И в конце концов Помпей в 60-м году до этой эры завладел Иудеи, и римляне отсюда уже больше не ушли. И мы с вами помним, что возникает, в это время фактически возникает первый спор между мудрецами. Это спор Елеля и Шамая, спор о том, что предшествует небо или земля. Если у кого-то включен микрофон, и он занят домашними делами, и моет посуду, это очень похвально, но только просьба выключить микрофон. Потому что мы так с вами все занятие пойдет на смарку. Но, видимо, еще раз, просьба выключить микрофон. У кого включен микрофон, просьба выключить микрофон. Сейчас мы посмотрим, у кого включен микрофон. Все, вроде бы стихла проблема. Итак, Елеля и Шамай, в это время возникает первый спор, что предшествует небо или земля. Этот спор содержится в трактате Хагига на двенадцатом листе. И мы можем с вами представить, о чем этот спор. Если, как говорит Шамай, предшествует во время творения, предшествует небо, небо сотворено первым, это на его языке означает, что необходимо идти до конца, духовный мир он главный, невозможно ничем поступиться и нужно бороться с нееврейской властью, не уступать ни в чем. Мы помним с вами также, что у Иосифа Плавия описывается случай, когда Гордус, который еще не был царем во время правления своего отца Антипатра, он обманным путем убил еврейский отряд и Шамай вызвал его на суд. Гордус явился в Красной Мантии с отрядом, Шамай велел своим товарищам не бояться и судить его, и Гордус был приговорен к смерти. Однако ночью Урканус, его покровитель, покровитель Гордуса, помог ему бежать. Впоследствии Гордус или Ирак по-русски, как мы понимаем, он расправился со всеми учениками Шамая, но самого Шамая не тронул. Однако Шамай уже не был в Сангедрине, он вынужден был оставаться в стороне от Сангедрина. И мы здесь видим, Елель же занимал совершенно другую позицию. Он вывел Сангедрин из, то, что называется, Лишкады Газип, из помещения с обтесанным камнем, как мы с вами помним, там сидел Сангедрин. Половина этого помещения была в святом месте, как бы около жертвенника, не как бы, а действительно около жертвенника. А вторая половина помещения была в будничном месте, называлась помещение с обтесанным камнем. Суды в Израиле, все суды в Израиле, состоящие из 23 человек, которые были практически во всех городах, имеют судить законы, которые могут кончиться смертной казнью, только в том случае, если Сангедрин сидит в помещении из обтесанного камня. Большой Сангедрин, состоящий из 70 человек и главы Сангедрина. И Илель выбил Сангедрин из этого помещения и тем самым объявил, что он не собирается бороться с властью нееврейской, он признает ее право управления, право судить и наказывать смертной казнью, переходит к Ироду, царю, каким бы он ни был, а Сангедрин отказывается от этого права, потому что в этих условиях это становится невозможным. Ирод, когда стал царем в 40-м, в 39-м году до этой эры, он потребовал поклясться на верность всех жителей Иуды, но и Лели, его учеников, и Шамай, его учеников, его учеников он освободил от клятвы. Мы помним, что на 18-м году своего правления Ордос перестроил храм. Но, может быть, прежде чем говорить о строительстве храма, нужно вспомнить Онкелос Агер, Онкелоса, который принял Геюр, и он, в общем-то, является современником Илеля. И мы помним о году, который рассказывает о нем Трастатис и Нейдрин, что он был племянником императора Тита, и прежде чем принять Геюр, он вызвал дух Тита. Тита уже не был в тот момент в живых, наверное, был бы его немножко поместить попозже на этой таблице, но неважно. Значит, он вызвал дух Тита, вызвал дух Белама, и вызвал дух, как мы говорим, Иисуса, духа Аноцри, человека из Нацрата, как его называют в Талмуде. И у каждого он спросил, кто главный в том мире. И все они ответили, что главный в том мире еврей. И когда он спросил, а что же делать в этом мире, Тит и Белам сказали ему, дави их, притесняй их. Тот, кто притесняет их, он возвышается. Но Иисус Аноцри ему сказал, не трогай их. Тот, кто трогает их, как будто сам трогает своим пальцем свое глазное яблоко. Отсюда делает тракта Сангедрин вывод, что есть разница между душами евреев-злодеев и душами неевреев-злодеев. Не евреи-злодеи так и не могут раскаяться даже в том мире, в мире душ. Они не могут раскаяться. У них остается и злоба, и ненависть по отношению к еврейскому народу. Однако душа еврея, даже такого грешника, как Иисус, она способна раскаяться. Это Агада и страктата Сангедрин. Мы помним, что Амклос Агер сделал перевод Хумаша на арамейский язык, который мы пользуемся и до сих пор. Его рассказ об Амклосе и еще целый ряд рассказов к Медрашиме, к Гемаре свидетельствует о том, что римская знать искала выход из того положения, в котором она оказалась, из загнивающего общества. И этот выход выдело, в общем-то, в иудаизме. Есть несколько рассказов о том, как римская знать и даже члены Сената жертвовали своей жизнью для того, чтобы отменить приказы, притесняющие евреев. И Геюр, как мы представляем себе об историях Айлели, известный всем, был довольно распространенным и распространенным явлением. Нужно полагать, что использовались среди простых людей, но даже и среди римской знати. Неизвестно, как бы повернулась история мира и история человечества, если бы не заняло какую-то нишу или, скорее, не вытеснено иудаизм, его идеи, если бы на смену, так сказать, иудаизму не пришло христианство. И о его роли, скажем, о тех процессах, которые происходили перед разрушением храма и после разрушения храма, мы обязательно поговорим. Абака – это он, Калусагер. Еще раз напоминаю, что, напоминаю, что Илели Шамая – это первый спор в Талмуде о том, что предшествует. Илель говорит о том, что предшествует земля, и нужно идти обычным земным путем и не бороться с нееврейской властью. А Шамай говорит, что небеса, и мы пойдем до конца. Мы не будем ходить по земле обычным путем. Мы, народ духовный, и духовность будем отстаивать до конца. Нужно сказать, что и этот спор мудрецов, он продолжался постоянно. И здесь дело не в том, кто прав, а кто не прав. Илель считает, что можно прожить долгое время под чужой властью и сохранить духовность. А Шамай считает, что вот мы представим себе такую ситуацию. Кто-то там, не дай бог, взял Тору и растоптал ее или сжег, как был случай в Иудее. И никто не отреагировал. Люди промолчали. Это видит молодое поколение, это видит все. Тора обесценивается в глазах людей, если никто не жертвует жизнью для того, чтобы прекратить исполнение имени Всевышнего. И таким образом сохранить народ в изгнании невозможно. Невозможно, когда нивелируются ценности, когда люди живут с опущенной головой и фактически отказываются от высоких духовных ценностей. Эти два взгляда на вещи так и как бы сохранились на протяжении многих поколений. И рядом с Шамаем мы видим с вами мудреца Баба-бен-бута. Он гордость преследовал последователей Шамая и жестоко расправлялся с ними. И о Баба-бен-бута рассказывается, что он ослепил его. И на 18-м году своего правления он решил перестроить храм. Это было продиктовано политическими соображениями, потому что он раскаивался или что-то передумал в своей политике. Он строил для нееврейского населения, давал преимущество нееврейскому населению, но в какой-то момент испугался, что он перегнул палку, ему нужно что-то сделать для евреев. И вот он пришел к Бабу-бен-буту, изменил свой голос и спросил его, что сделать человеку, который погасил свет мира. Он имел в виду, что Иеза обратился к мудрецу, он понимал, что тот его обязательно поймет. Ордос имел в виду, что он казнил множество мудрецов, что изучение Торы в стране, если не прекратилось, то очень сильно ослабло. И что же теперь делать? Баба-бен-бута сказал, человек, который погасил свет, пусть он зажжет свет. И посоветовал ему построить храм, перестроить храм. Ордос построил великолепный храм, как вы знаете. И не только храм, он преобразил весь Рушалаем, создал условия для того, чтобы десятки, а то и сотни тысяч людей могли собраться при Киви-Рушалаем и на праздники и всем хватало воды, и всем хватало места. Мы с вами как бы проверяемся по нееврейской истории, если мы помним, то 60-й год это Помпей. Помпей оказывается в Иудее в то время, когда в Риме правит Триумфират. в 40-м году власть захватывает Юлий Цезарь, и Ордос присоединяется к его противнику, присоединяется к его противникам, которые уже когда правит Август, Ордос присоединяется к Марку Антонию, который завладел Египтом, Марк Антоний проигрывает сражение, Ордос приезжает к Августу и просит у него прощения, совершенно невероятная вещь, Август его обращает, возвращает на престол. И 10-й год до этой эры это где-то время, 10-й год этой эры, это время, когда Елель уходит из жизни, Ордоса уже тоже нету в живых, и говорят, что и мы приближаемся с вами ко времени разрушения храма, к восстанию 65-68 года. Мы потомок Елеля, сын Елеля, Рамбан Шимон занял место главы Сангетрина, так же, как занимал Елель, и Рамбан Гамлеев старший последовал за ним, был его внуком, а вот Рамбан Шимон второй, так сказать, как его называют, он жил уже во время восстания. Рамбан Шимон, как вы помните, был казнен в один день вместе с первосвященником раби Ишмаэлем, раби Ишмаэлем, Рамбан Шимон, Гамлеев, и раби Ишмаэль были казнены в один день, нам известно, что это было еще до падения храма, это было 26-го числа месяца Сивана. И мы с вами помним, что Рамбан Юханан бен Закай, ученик Елеля, он еще как бы до разрушения храма, он предвидел, что храм будет разрушен и готовился ко времени, когда еврейский народ уже останется без храма. Откуда мы это знаем? Агада рассказывает нам, что за 40 лет до разрушения храма, по ночам двери храма начали раскрываться с силой, с грохотом каждую ночь, пока Рамбан Юханан бен Закай не обратился к ним со словами Ливанон, он сказал, как называют храм пророки, для чего ты пугаешь людей, все равно о тебе сказано открой двери свои, и огонь пожрет тебя. То есть он сказал, как бы, да, и в бери, после этого перестали открываться с грохотом ночью, неважно было это событие на самом деле или нет, но мы видим, что Рамбан Юханан бен Закай не занимает позицию молиться Всевышнему, просить Всевышнего о том, чтобы храм не был разрушен, он не постится, чтобы храм не был разрушен, он принимает неизбежность разрушения храма, в отличие от него Раби Цадок, которого мы здесь видим, я не написал его по-русски, слева вы видите Раби Цадок, он 40 лет постился, чтобы храм не был разрушен, Рабам Юханан бен Закай, как мы помним, он вышел из осажденного Иерушалайма и пришел к Испасиану и предсказал ему, что он будет императором, когда Испасиан стал императором, глава возглавлявшей Десятый Легион, стал императором, он вспомнил Рабан бен Закай и ответил на его просьбу, у него было три просьбы, пощадить, да, пощадить потомков Рабан Шимона, потому что они были из рода Давида, Елей был из рода Давида, Рабан Шимон бен Гамнеел, его Бет, второй Рабан Шимон, второй он также был естественно из потомков Давида и попросил явные мудрецов, чтобы город явные дали, чтобы мудрецы там учили Тору и попросил врача для рабица Дога, который 40 лет постился, чтобы храм не был разрушен. В трактате Гитин рассказывается, что Раби Яшу, Раби Лея Бен Уркан вынесли его из Рушалаима, когда Рабан Юханан Бен Закай притворился мертвым, оставили его за пределами города, и после этого он пришел к Респасиану. Несколько иначе этот рассказ видится видится в Перкея Вод Раби Натан. Перкея Вод Раби Натан, Перкея Вод поучению отцов Раби Натана. Это фактически Иерусалимский Талмуд, составленный в Иерусалиме, и у него есть несколько другой взгляд на вещи, гораздо более суровый. Понятно, что поступок Рабан Юханан Бензакая очень проблематичен, и в трактате Брафот говорится, что перед смертью он был очень встревожен, и ученики спросили его, чем? Он сказал, что я не знаю, по какой дороге поведут меня, вверх или вниз. Понятно, что он не понимал, правильно ли он не мог оценить до самой смерти, правильно ли он поступил поддержку Вискусиану, это была немаленькая поддержка, когда один из руководителей города, руководителей народа приходит и фактически сдается противнику. Это и большой моральный ущерб для города, но тем менее, Рабан Юханан Бензакай поступил так, считая, что иначе не забудет спасти даже остаток мудрецов, остаток народа. Но в конце жизни он сомневался, правильно ли он поступил, поведут его вверх или поведут его вниз. сомневался, и он сказал своим ученикам, сделайте несколько вещей перед смертью, вынести сосуды из помещения и приготовьте стул для царя Хискияву, вынести сосуды, потому что сосуды принимают ритуальную нечистоту, когда они находятся в одном помещении с умершим. И тем самым Раббан Юханан Багзакай хотел сказать, я не праведник, я не праведник, я не могу пренитывать на то, что после смерти мое тело не распространяет ритуальной нечистоты. Так говорили последствия Раби Иуда Анаси, что его тело не распространяло ритуальной нечистоты, и даже когенам разрешили принимать участие в его похоронах. Раббан Юханан Багзакай подчеркнул, я не такой праведник, есть ритуальная нечистота, вынести сосуды, принесите престол для царя Хискиягу, потому что царь Хискиягу это тот, кто будет судить меня в будущем мире. Царь Хискиягу отстоял Ярушалаем в совершенно невозможных и невероятных условиях, надеясь на чудо, как вы помните, и мне придется предстать перед ним и отдавать отчет, почему я вышел из Рушалаема и почему я ослабил его. И впоследствии через поколения мудрецы говорили, разбирали поступок Раббани Ханан Бензака и относились к нему не очень-то как бы одобрительно понятно, что это великий мудрец, действовал он не должен спасти себя, действовал во имя небес, но тем не менее действовал во имя небес можно допустить ошибку. я упомянул поучение отцов Раббина Тана, Перкея Водда Раббина Тан, Раббани Ханан Бензака описывается как бы гораздо более в таких серых тонах, если можно сказать, менее сверлых. Там не говорится, что его вынесли из города, там говорится, что Раббан Ханан Бензака обращался к защитникам города и говорил, что от нас все, что требуется от нас, все, что требует от нас Виспасиан, это только одну стрелу. и он в конце концов он не получил согласия и он пустил стрелу за стены города. Одна стрела это имеется ввиду, это символ сдачи города, то есть сломать стрелу и бросить ее римлянам в знак того, что мы сдаемся, то есть он предлагал сдаться. Население города не согласилось. Сдаться римлянам это после того, как началась уже война, мы знаем, что у Римлян было правило, что после того, как первый таран ударил по стене, никого больше в городе не щадили, поэтому и доверять римлянам и заключать с ними соглашение в любом случае было совершенно бесполезно, многочисленный опыт и до до Великого Восстания и после Великого Восстания показало, что римляне совершенно не держат своего слова. Так что картина в Перкеавод Рабинатан, описывающая поступок Раба Юханан бен Закая, гораздо более суровая. Он предлагает сдаться Вискусиану, когда с ним не соглашаются, он пускает стрелу Вискусиану и понятно, что это как бы такой поступок разведчика или поступок доносчика, который сообщает об обстановке в городе и потом выходит сам к Вискусиану. Его ученики, ученики Рабан Юханан бен Закая, это Раби Ашуа бен Хананя и Раби Лезер бен Вурканус. Интересно, что Медраж Танхума говорит о том, что Раби Лезер, когда выносили Рабан Юханан бен Закая, держал его со стороны головы, Раби Ашуа со стороны ног. Поскольку ничего нет случайного в Медражах и Агадот, это определяет позиции Раби Лезера бен Вурканус, Раби Ашуа бен Хананя, которые оба были учениками Рабан Юханан бен Закая. Но прежде всего, наверное, надо сказать, что мудрецы после разрушения храма, после 68-го года не сразу собрались в Явно, они собирались там постепенно. Рабан Юханан бен Закай также пришел в Явно где-то через три года после падения храма и прожил он очень недолго и не оказал такого как бы задал тон, установил несколько постановлений очень важных, которые должны были помочь в Явно Израиле помнить о храме, надеяться на храм, выработать определенный порядок жизни без храма, как-то ежедневные молитвы, благословения, омовение рук перед едой хлеба, в память о том, что колено когда-то ели труму, когда стоял храм и многие-многие другие постановления Рабан Юханан бен Закай вел для того, чтобы храм как бы постоянно присутствовал в нашей жизни и мы не теряли не забывали о нем и не теряли надежду на его восстановление в Явне главой школы стал Рамбан Гамлиэль Рамбан Гамлиэль сын Рамбана Шимона казненного римлянами он называют Рамбан Гамлиэль свести как бы все мнения к одному и сделать так, чтобы споры между школами прекратились и прежде всего школа мудрецы под его руководством запретили школу Шамая я сейчас не хочу вдаваться во все что мы с вами проходили но мы можем легко с вами представить что школа Шамая она направлена как бы на непокорность властям на постоянную борьбу за восстановление еврейской власти за восстановление храма естественно эту школу запретили настолько что сказали что кто-то кто сидел по школе Шамая то он не сделал ничего он вообще не выполнил заповеди римляне не сдержали своего слова как это часто бывает и после того как умер Тит на смену ему пришел Демициан титр разрушитель храма на смену ему пришел Демициан и он вынес постановление казнить всех потомков царя Давида если потомки царя Давида стояли во главе Сангидрина и Сангидрин продержал восстание то как бы логично было казнить всех потомков царской власти восставшие против римлян Рамбан Гамиль явно должен был бежать и должен был бежать и скрываться если говорить о Рабье Ашуа Бен Ханане и Рабье Заре Бен Вурканусе то можно скажем да представить себе что их самый главный спор был о том как мы с вами говорили как смотреть на вещи устанавливать галаху галаху исходя из как бы глядя глазами Всевышнего с точки зрения духовного мира или устанавливать галаху с точки зрения глядя на мир так как его видит человек и Рабье Заре Бен Вурканус был готов смотреть глазами Всевышнего Рабье Ашуа Бен Ханане сказал не на небесах Тора Тора на земле и галаха пошла по Рабье Ашуа когда устанавливается галаха то взгляд на взгляд на вещи он приближен к такому к человеческому более простому взгляду не взгляду из духовного мира а взгляду из материального мира Рабье Ашуа Бен Ханане приложил массу усилий для того чтобы облегчить учить сыновей Израиля после восстания он ездил в Рим и выкупал там пленных и один один из тех кого он выкупил это был Рабье Ишмаэль Бен Илиша внук последнего из первосвященников которого казнили Рабье Ишмаэля казнили вместе с Рабьем Шимон Бет так сказать Рабье Ишмаэль Бен Илиша он его нашел в мире и выкупил он сразу понял что ребенок был очень красивым как потомок первосвященника и Рабье Ишмаэль сразу понял что он будет великим мудрецом Рабье Ишмаэль действительно стал великим мудрецом в Израиле и Рабье Ишмаэль вынес много постановлений которые как бы видно что они шли в разрез со школой Ишмаэль потому что одно из его постановлений он запретил сыновьян Израиля разрушать разрушать римские капища все храмы которые возводили римляне в земле Израиля заповедь обязывает разрушить все места идолопоклонства которые построены в земле Израиля но что получалось сыновья Израиля разрушали римские капища приходили И заставляли их своими руками восстанавливать эти капища, накладывали на них большой налог. И получалась странная ситуация, когда, пытаясь уничтожить его поклонство в земле Израиля, сыновья Израиля только умножали его. Это подчеркнул Раби Хашуа бен Хананья и сказал, что в такой ситуации ни в коем случае не надо разрушать капища. Это приведет только к их умножению, это приведет к сбору денег на то, чтобы построить новые и новые места служения идолам. Раби Хашуа бен Хананья, как мы помним с вами, в 115 году этой эры, он погасил восстание, не дал вспыхнуть восстание в земле Израиля. 115 год – это год, когда вспыхнуло восстание во всех местах, где проживали сыновья Израиля. Прежде всего, это началось в Аксандрии, где была огромная община, и это было связано с антисемитизмом, как сегодня говорят. Это было связано с преследованиями, это было связано с угрозой жизни, и понятно было, что угроза жизни общины в Аксандрии совершенно реальна. Раби Хашуа бен Хананья, когда сыновья Израиля в 115 году хотели восстать, он сказал, что рассказал им притчу о льве и цапле, лев подавился костью, цапля достала ему кость из горла и попросила награду. Лев сказал ей, что пусть она будет довольна, что он не откусил ей голову. Так Раби Хашуа сказал и сыновья Израиля. Мы с вами связались с этим народом, большим и сильным. Нам надо быть довольным тем, что мы остались в живых. В том же трактате «Сангетин» рассказывается, что в это время Адриан, или несколько позже, сейсов 15-го года, начал править Адриан. И Адриан хотел восстановить храм, но на территории Израиля убили его дочь. После этого он восстановил евреев, и вместо того, чтобы строить храм, он построил на горе Мурия капище Элия Капитолина. И это было очень тяжело воспринято сыновьями Израиля. И с этого момента, в общем-то, началась подготовка к восстанию, которое впоследствии было с восстания Бар-Кубы. После того, как вместе с Роман Гамриэлем, по тем иным причинам, на должность главы в школе явно был назначен Рабеляазар бен Азария. Про него рассказывается история, что ему было 18 лет, но он проснулся как 70-летний. И это была ему помощь в том, чтобы он мог спорить, мог, так сказать, управлять великими мудрецами, которые были намного старше его. И, скажем, если мы... Мы с вами постепенно подходим к Рабе Акива. Рабе Акива, который учился у Раби Леезара и учился у Раби Ашуа. Про Раби Акива можно сказать, что он является такой центральной фигурой, центральной точкой в процессе передачи Торы. И процесс передачи Тора, к нему сходятся все нити, и от него все нити расходятся далее. Я, скажем, не буду повторяться, не буду рассказывать все, что мы рассказывали о Рабе Акива. Напомню только, что в трактате «Миноход» рассказывается две годы. Одна Агата говорит, что когда Муше поднялся на гору Синай, он увидел Всевышнего, который сидит и занимается законом красной коровы. А вторая Агата рассказывает о том, что он увидел, что Всевышний сидит и привязывает венчики к буквам. Первая Агата, скажем, ее можно понять так, что Всевышний готовит пути очищения. Он хочет очищения мира, очищения от неверных представлений о Боге, о справедливости, о неверных представлениях о человеке. И когда Маше поднимается на гору Синай, то понятно, что внизу, в момент, когда он встречается со Всевышним, доходит до Всевышнего, если так можно представить, внизу сделали золотого тельца. И понятно, что для того, чтобы продолжить дарование Торы, потребуется очищение. Это очищение готовит Всевышний. Я напоминаю, что красная корова – это ярко-рыжая корова, которую полностью убивали, конечно, зарезали сначала и сжигали целиком и полностью. И пепел ее, и тех дроб, на которых ее сжигали, служил для очищения от ритуальной нечистоты после прикосновения к умершему телу. Всевышний как бы сидит, занимается этим законом, готовит очищение мира. Но второй рассказ о том, что Маше видит Всевышнего, который сидит и привязывает венчики к буквам. И Маше говорит, если у тебя есть такой человек, то даруй Тору через него. Мы понимаем сразу, что Маше, видя эту пророческую картину, он понимает, что Всевышний занимается какой-то такой Торой, который не будет сейчас даровано. Но обязательно будет даровано, потому что есть же человек, который, обязательно должен быть человек, который может воспринять Тору на таком уровне. Он, Маше, говорит, как бы видит, что он на таком уровне не воспринял Тору. И в трактате Минаход говорится, что Всевышний отвечает Маше, говорит ему, что у меня есть человек в конце нескольких поколений, зовут его Акива бен Юсеф, и через него я дарую Тору. И дальше он показывает Маше, судьбу Рави Акива, и показывает его конец, как его казнили. И нет ответа на вопрос, неужели это Тора, и неужели это награда за нее. Аки Мара остается без ответа. Образ Второй Агады, когда Всевышний сидит и привязывает к венчике буквам, мы помним с вами, что когда пишется Тора, то над буквами ставятся такие венчики, над, скажем, по одной из школ, по школе Аризали, допустим, которая известна как школа Аризали, над везде, где над буквой «заим», и везде, где буква «заим» является составляющим, как бы входят другие буквы, там ставятся венчики, три такие небольшие черточки. Они символизируют, как бы, связь конечного мира с бесконечным, прямую и непосредственную, как бы, да, они как бы врываются или проникают в такую белую область, белую область окружающую их, и устанавливают связь с бесконечностью, когда вот черная буква, она символизирует ограниченный мир, пускай каналы, по которым уйдет свет, но он ограничен, а вот эти три черточки, они как бы врываются напрямую в бесконечный мир, бесконечный свет, и устанавливают связь с ним, да, вот, и Маше, он, как бы, понимает, что это уровень Торы, который не будет дан сейчас, да, будет только в будущем, та же Тора, да, но, как бы, ее восприятие, ее эмоциональное наполнение, как бы, оно совершенно другое, и мы понимаем, что, как бы, это раскрытие пришло через, пришло через Рави Акива. Рави Акива около 30 лет готовил восстание Барковбы, он отправился даже туда, где находились 10 колен, куда-то в Ашур, да, и нашел 10 колен, и разговаривал с ними, просил их присоединиться к восстанию, и когда он увидел, что они не готовы, они не понимают даже, о чем идет речь, он сказал, что 10 колен больше никогда не вернутся. Наверное, он был прав, потому что мы видим, хотя другие мудрецы очень сильно возвращали против такой посылки, мы видим, что он был прав, что 10 колен в таком виде, как бы, как часть еврейского народа, они не вернулись. Рави Ишмаэль, он всегда спорил с Рави Акивой, у него был свой подход, он спорил с его учеником, с Рави Шимоном Бар-Йохаем, одним из тех, кто продолжал дело Рави Акибы после восстания Барковбы. О споре Рави Шимона и Рави Ишмаэля мы, наверное, с вами расскажем чуть позже, а пока мы можем представить себе, что та же проблема, как бы, да, покориться чужой власти или восстать против нее, она осталась, она сохранилась, да, и несмотря на то, что запретили школу Шамая. Рави Акива придерживался школы Шамая. Нигде это явно не написано, но мы с вами можем это доказать в трактате Хагига, там, где разбирается спор Елели и Шамая, что предшествует, земля или небо. Шамай, напоминаю, говорит небо, Елель говорит земля, да. Рави Акива придерживается мнения, как-то это незаметно так проходит, Рави Акива придерживается мнения, что небеса предшествуют. Поэтому мы понимаем, что Рави Акива придерживается мнения, что невозможно жить долгие время при чурое власти поклоняться и смиряться к ней, смотреть, как оскверняется святыня. Если смириться с тем, что Адриан построил на храмовой горе Капични Питера Капитолийского, то это, если смириться с этим, то это значит, что последующие поколения они вообще забудут о величии Израиля, о главных целях народа Израиля, построить независимое государство, построить храм, привносить в мир святость и распространять Тору во всем мире. Понятно, что они это даже представлять себе не будут. будут воспринимать как данное, что на горе Мурья возвышается капище Питера Капитолийского. И в этом плане Рави Акива пошел по школе Шамая, который говорил, что небеса предшествуют, самое главное – это небеса, самое главное – это духовность, и ни каплей духовности, ни крошкой духовности нельзя поступиться и необходимо бороться против чужой власти. И Рави Акива перенял эту школу, перенял эту позицию. И мы помним, что восстание Баркова, которое продолжалось три года, закончилось поражением. 9 авра 135 года пал Бейтар, последний оплот восставших. Рассказывается про правиль Азар бен Шамуа, который находился в Бейтаре, и которого, по всей видимости, казнили восставшие. Они казнили его по ложному доносу, и Рави Азар бен Шамуа постоянно молился, чтобы город не пал, а один из предателей донес на него, и Рави Азар бен Шамуа сочли самого доносчиком, сочли самого предателя, и его казнили. Здесь есть некоторая такая перекличка с Рамбан Юханан бен Закаем, потому что, скажем, после поступка Рамбан Юханан бен Закая позиция мудреца Торы находилась под сомнением. Если восставшие были вороться, готовы вороться до конца, то, скажем, мудрец Торы, великий мудрец Торы, самопрежный мудрец Торы, Рави Азар бен Шамуа, который находился в городе, он попал под подозрение, не поступит ли он, так же, как Рамбан Юханан бен Закай, не выйдет ли он из города, не перейдет ли он на сторону врага. И, по всей видимости, это было одной из причин, почему поверили поверили доносчику, поверили предателю. Нужно сказать, что и после поражения, после поражения восстания Баркова, этот спор, казалось бы, что поражение восстания, когда было убить миллион человек, когда невозможно было, скажем, да, оправиться от этого восстания. Говорится, что сразу после восстания Раби Акива бен Юсеф пошел к тем мудрецам, которые на юге, и призвал пять мудрецов, и они стали его учениками и понесли Тору, Раби Акива, дальше. Почему подчеркивается, что он пошел к мудрецам на юге? Потому что только Иуда принимал участие в восстании, против Рима. Галилея нет. И в Галилее убежали многие мудрецы. Один из мудрецов, которых спорил с Раби Акива, не на политические темы, скажем, на галактические темы, это Раби Йоси Аглили, Раби Йоси из Галилеи, который жил в Галилее, и он не присоединился к восстанию. На территории восстания, хотя, может быть, и не принимали в нем непосредственной части, потому что они были люди не того возраста, которые могут сражаться с оружием. Но так жили пять человек, которых выбрал Раби Акива, чтобы быть продолжателями его дела. Именно их, именно тех, кто поддерживал восстание. Опять же, мы знаем, что Раби Акива уже после восстания пожертвовал своей жизнью. Он собрал большое число людей, собрал большое число людей для того, чтобы обучать их Торе, и римляне схватили его и казнили, так как изучение Торы было запрещено. А это уже происходит после восстания. Спор о том, какую позицию занять, как мы с вами сказали, склониться перед нееврейской властью или не склоняться, этот спор продолжался и после восстания. В трактате «Авадазара» рассказывается про Раби Ханина бен Тордиона и Раби Йоси бен Кисма. Раби Ханина бен Тордион уже после восстания, а может быть, даже и после казни Раби Акива, он собирал большое число людей и обучал их Торе открыто. Раби Йоси бен Кисма, который был знаком со всей римской знатью, и которые его очень уважали, он сказал Раби Ханина бен Тордиону, что ты делаешь? Чувствую я, что сожгут тебя вместе с Торой. И действительно так и случилось. Но случилось уже после того, как умер Раби Йоси бен Кисма. Видимо, он был защитником таких людей, как Раби Ханина бен Тордион перед римской властью. И защищал их перед лицом властей. Но когда, после того, как Раби Йоси бен Кисма умер, умер Раби Ханина бен Тордион, схватили римляне, завернули его в Тору и сожгли вместе с Торой. То есть он пошел по следам Раби Акива, был его достойным, преданным учеником. И говоря об учениках Раби Акива, можно сказать о Раби Меере. Раби Меер был женат на женщине Великой Мудрости, которая была дочерью Раби Ханина бен Тордиона. Звали ее Брурия. И Раби Меер, который по поручению Раби Акива работал над Мишной, над записью закона мудрецов, он был женат на женщине, которую называют, иногда называют Тана, учитель эпохи Томаим, потому что она обладала колоссальными знаниями и с ней советовались большие мудрецы. Раби Меер, после того, как казнили Раби Ханина бен Тордиона, его жену также казнили, а дочь отдали, как это делали часто римляне, в публичный дом. Раби Меер сразу же выручил ее из этого места, и она бежала. Ему самому тоже пришлось бежать из земли Израиля. Между Раби Уда и Раби Шимон Бар-Юхаем и Раби Юсей Бар-Халавта, как мы знаем, был спор, опять же, на ту же тему, как относиться к римским властям. После восстания прошло где-то лет 25. Римляне решили восстанавливать провинцию, в которую пришло запустение. Это было уже во время правления Антонио Пия, через 25 лет после восстания где-то. И Раби Шимон Бар-Юхаем, Раби Юсей и Раби Уда спорили о том, скажем, о природе римляне, если так можно сказать. Раби Уда Бар-Юхаем сказал, что римляне строят мосты, дороги, они делают это на пользу. Раби Юсей промолчал. Раби Шимон Бар-Юхаем сказал, что все, что они делают, римляне делают только для себя, а нам это нанесет только вред. Это в трактате Шаббат на 33-м листе приводится их спор. После этого Раби Уда, римляне, которые узнали об этом споре, Раби Уда, они сделали как бы главою мудрецов и представителем всего народа. Раньше Раби Шимон Бар-Юхаем был вынужден бежать после этого спора, и в 13 лет он скрывался в пещере. Говорится, что в тот день, когда казнили Раби Акива, где-то в 135-м году или, может быть, чуть позже, родился Раби Уда Анаси. Раби Уда Анаси, потомок Елеля, потомок Рамбан Шимон Бен Гамлееля, одного из глав Сангидрина, он возглавил народ в период правления Антония Пия и наладил отношения с римлянами. Это не значит, что у Раби Уда Анаси, который решил воспользоваться такой возможностью, когда римляне хотят поднять провинцию, воспользоваться возможностью установить с ними отношения и использовать этот период оттепели для того, чтобы записать Мишну, короткие высказывания мудрецов, произвести просто запись. И нужно думать, что у Раби Уда Анаси не было противников. Рассказывается, в его время жил Раби Ашуа Бен Корха, которого считают, некоторые считают сыном Раби Акива. И рассказывается в трактате Мигела, что Раби Уда Анаси однажды спросил Раби Ашуа Бен Корха, как ты удостоился дожить до таких приклонных лет. Раби Ашуа Бен Корха, как мы можем представить себе. Он посмотрел на него так, как бы из-под лобья, и спросил его, как ты, хай-яй, тебе надоело, что я живу, тебе надоело, что я на этом свете. Раби Иуда Анаси сказал, нет, нет. И мне надоело, что ты живешь. Я хочу знать, как ты удостоился таких долгих лет. На что Раби Ашуа Бен Корха сказал, я никогда не смотрел на изображение злодея. Можно представить себе, что в доме Раби Уда Анаси, который был связан с именем, с Антонием Пием, стояло ни одно изображение императора. Как там, скажем, в наше время вешают портреты глав правительства, то у Раби Иуда Анаси стояли изображения императора. С точки зрения формального законтора это не запрещено, потому что это императоры, а не божество. Раби Ашуа Бен Корха сказал, я никогда не смотрел на такие изображения, когда они стоят в доме, когда они у тебя стоят в твоем владении. Я, даже если, когда их видел, проходил по улице, я отворачивался от них. И здесь мы видим такое противостояние человека, по всей видимости, сына Раби Акива, с Раби Уда Анаси. Один принял римскую власть, а другой считал, что невозможно подчиняться ей, невозможно принимать ее. И мы с вами, говоря о Раби Уда Анаси, подходим к периоду Амараев. И в Раби Уда Анаси живет где-то, как мы можем представить себе, 135-го примерно года. Он живет очень долго, где-то до 230-го года примерно. И у него учатся те, кто потом становится основой передачи торы в следующем поколении, о которых мы обязательно с вами поговорим дальше. Это Раб, и Раб, который живет в Бавеле, приходит к нему учиться. Раби Уда Анаси. Это Раби Ханан, который живет в земле Израиля. И это Шмуэль, который живет в Бавеле. И тоже какое-то время учатся у Раби Уда Анаси, но с них уже начинается эпоха Амараев. Может быть, интересна личность Раби Ашуа, Раби Ашуа бен Леви. Раби Ашуа бен Леви. Про него рассказывается в трактате Хулин. Наши мудрецы рассматривают, наши мудрецы рассматривают, прежде всего, он был человеком большой, великой, большой, великой праведности. Говорят, что даже ангел смерти не мог справиться с ним, настолько была велика его праведность. Раби Ашуа бен Леви. И наши мудрецы в трактате Хулин рассматривают, как Яков боролся с ангелом. Боролся с ангелом Исава, боролся с ангелом смерти. То, о чем рассказывается в книге Берешик. Мы помним, что Яков у реки Ивок вступает в борьбу с ангелом, который, скажем, по комментариям оказывается ангелом смерти, и ангелом Исава. И тот поражает его ногу. И мудрецы говорят, Мудрецы говорят, что Яков встретился человек, и он шел рядом с ним, и тот неожиданно нанес ему удар сзади и поразил его по правой ноге. Поэтому и у животных, как мы помним, вывод тоже, да, и у животных тоже не едят жилу из задней части, из правой ноги. Раби Яшуа Бен Леви говорит, что Яков боролся с ангелом к лицу и тот как бы сзади рукой нанес ему удар. Из этого мы можем представить себе, что это также как бы не случайно. Раби Яшуа Бен Леви считал, что невозможно жить в изгнании, невозможно жить в изгнании, невозможно продолжать жить под чужой властью, необходимо так или иначе бороться с римлянами. Вряд ли он призывал к открытому восстанию, но он призывал к борьбе лицом к лицу в том или ином виде. Понятно, что бороться лицом к лицу было невозможно, поэтому он приходит в пещере Раби Шимон Барьюхай сидит в пещере и учится своим сыном Леазаром, учит Тору на протяжении 13 лет он приходит к этой пещере и он хочет спросить его, когда придет Машиах. Его встречает около пещеры пророк Ильягу и посылает его в Рим, говорит, что Машиах сидит в Риме. Раби Ашуа приходит в Рим, узнает Машиаха, спрашивает его, когда он придет, он говорит ему сегодня. Раби Ашуа окрыленный отправляется в Израиль и Машиах не приходит, он приходит к Ильяу Нави, который стоит по-прежнему охраняя пещеру, где Раби Шимон Барьюхай учится с его сыном, с Раби Леазаром, приходит к этой пещере и возмущенный говорит, что Машиах его обманул. Илья Луна Нави поправляет его, раскрывает ему, говорит, что Машиах сказал сегодня, и это слово из пасука, из отрывка истории, аем им тишмиум сегодня, если услышат меня. То есть все зависит от раскаяния слове Израиля, как только они раскаются, сразу придет Машиах. Мы видим в позицию Раби Ашуа Бен Леви, что изгнание продолжать невозможно, что сыновья Израиля не могут выбраться сами из изгнания, и рождается идея такая, вместо идея, которая заменяет восстание, открытую борьбу с римлянами, рождается ожидание Машиаха, посланника Всевышнего, который придет и прекратит изгнание. Здесь я хочу остановиться и предложить вам задать вопросы. Не знаю, насколько мне удалось передать вам всю картину, наверное, это очень трудно, но, тем не менее, я вот сегодня сидел и эту схему разрисовывал для вас. Невозможно найти в интернете ничего похожего и в книгах. на иврите нашел ивритскую старую схему, которой я пользовался. Пожалуйста, если есть вопросы, я сейчас снимаю share, стоп share, и я готов ответить на ваши, готов ответить на ваши вопросы. Если, смогу. мне кажется, вот эта ситуация, которую вы описали, она сейчас тоже актуальна, и как вы считаете, насколько стоит бороться, где эта грань, которую не стоит переходить? Я очень рад, что вы восприняли эту линию и перенесли ее на современность. И я думаю, что сегодня вопрос ставится несколько иначе. еврейский народ сегодня не находится под непосредственно какой-то властью другого народа. Мы, в общем-то, мы, в общем-то, свободны, и как бы большинство решений зависит от нас. Мы скорее находимся в скорее наша ситуация похожа не на ситуацию, когда в стране правит Гордус, и он убивает мудрецов Торы, и он преследует еврейское население, и дает преимущество нееврейскому населению, или, скажем, когда есть, когда в стране правит Адриан, наша ситуация все-таки похожа на нечто другое, когда в общем-то, основное решение оно за нами. И я бы, может быть, это не совсем точно, я бы сравнил нашу ситуацию гораздо в большей степени с гораздо большей степени с ситуацией с ситуацией царя Шламо, когда есть государство, когда есть храм, и нет внимания того благословения, которое дал Всевышний. Из-за этого невнимания сразу же после смерти Шламо государство раскалывается на два царства. Десять колен говорят, что их не устраивает власть Иуды, что царь из колена Иуды и потомки Давида их притесняют, что Давид вообще узурпировал власть, власть должна была принадлежать Шаулю, и поэтому они откалываются, раскалывают государство, раскалывают государство, заодно как бы, как это, как не неизбежные последствия отказываются от храма, вводят свою, в общем-то, свою религию. Есть, конечно, много праведников, которые соблюдают Тору по всем ее законам, но большая часть в десяти коленах вводят свою религию, потом начинают храняться Баалу, потом становятся во главе цари и долоподлонники, и все это совершенно, совершенно добровольно, совершенно без какого-либо, какого-то либо, скажем, принуждения, давления чужой власти. Просто непонимание того благословения, которое нам дано. Не вот наша ситуация, она в Израиле нам больше напоминает вот такую ситуацию, когда половина населения не знает, чего оно хочет. Или знает, что оно хочет по совершенно непонятным причинам, опираясь уже совершенно на несуществующие иллюзии, хочет отказаться от территории, которые Всевышний нам дал подарил всю землю Израиля в 67-м году. И половина населения Израиля хочет отказаться от этих территорий. Одни считают, что они оккупированы, что мы оккупировали народ, что мы его подавляем, этот народ, что они были раньше здесь, нас. Другие считают, что мы не можем удерживать всю эту территорию и так далее. Самые разные соображения, которые, как видно, совершенно не работают, не являются рабочими соображениями. Половина населения готова расколоть страну, вернуться к границам 67-го года и фактически привести Израиль к краху. Половина населения, как мы видели на последних выборах. Так что мне кажется, что ситуация ближе к такой, когда есть благословение. Нет давления чужой власти, и мы совершенно не видим те чудеса и то благословение, которое нам дал Всевышний. Мы забываем о том, что совершенно непонятным причинам арабские страны, которые существовали вокруг нас, они перестали быть мощными державами, которые в смысле в военном плане, которыми нужно было противостоять. сейчас нам, слава Богу, никто в военном плане не может противостоять из соседей. Ни Сирия, ни Египет, ни Иордания. И тем не менее, тем не менее, мы почему-то считаем, что мы должны отказаться от благословения Всевышнего. Здесь та эпоха, о которой мы говорили, это эпоха чужой власти. и решение труднейшей проблемы. Жертвовать ценностями, смотреть на оскорнение имени Всевышнего, надеяться на то, что удастся сохранить народ и духовность на будущее, или понять, что в духовном плане так нельзя выжить. Мне так представляется, хотя, может быть, тут доказать ничего невозможно, но просто я вижу здесь Тина пишет, определили с формой лицов актуален и опередили с формой лицов актуален и сегодня. Хорошо. Есть что-то, что еще хочется спросить? Равзи, скажите, пожалуйста, вот такой момент вы рассказывали, что Белал и еще там один злодей, они не раскаялись. Алисан и Иисус, скажем. И еще один. Вот. Мне вот непонятно, а как так может быть, что злодеи, они уже, ну, как они находятся в другом мире, и почему они не раскаялись? Разве такое вообще может быть? Они же как уже все знают, всю правду, кто есть кто, и как же они остаются на своих позициях. Как это вообще возможно? Это вопрос замечательный. Естественно, что мы очень мало знаем о том мире, да, можно только представить себе, да, что души в том мире проходят очищение, очищение в том плане скажем, да, вот душа, она изначально, по крайней мере, изначально исходит из тех представлений, которые у нее, которые у нее были в этом мире. Конечно, они меняются, конечно, они обретают какие-то другие свойства и качества, да, но в принципе то видение мира, которое было у человека при жизни, он с ними начинает свой путь в том мире, да, его мировоззрение, его приоритеты, ценности, вот, его отношение к себе и к другим, человеческой жизни, понимание Всевышнего, все это то, с чем он приходит в тот мир, это не меняется, это не меняется сразу, он начинает свой путь в том мире или с того состояния, в котором он был в этом мире, да, и вот такая посылка Сунгедрина, трактата Сунгедрин, не знаю, как тут сразу сделать, из этого выводы, да, но посылка, что вот, да, что есть еврейская душа, и она, хотя бы в том мире, она способна раскаиваться, раскаиваться в отличие от душ злодеев, не евреев, да, они не способны раскаиваться, да, это посылка трактаться не будет, вот, можно сравнить этих людей, да, и даться представить в чем разница между ними, ну, по крайней мере, такая посылка есть, да, вот, интересно, что Онкилус Агер, Онкилус, который живет в Риме, он, видите, он живет в такой обстановке, когда колдовство считается вызыванием душ, считается обычным делом, и он, размышляя о Торе, он начинает с того, что он применяет то, что он знает, то, что он выучил, то, что его учили, он вызывает души людей, у которых он хотел бы спросить, что ему делать. Несколько такая абсурдная ситуация, но, наверное, это похоже на путь многих людей, приближаясь к иудаизму, они еще не совсем отрываются от своих старых выставлений. Это то, что можно сказать больше, как бы трудно говорить о том мире. Действительно трудно представить себе душу, которая выходит в тот мир, и она продолжает как-то борьбу со Всевышним, продолжает борьбу с еврейским народом, как бы душа, хотя бы у себя в душе, все это у нее остается. Трудно себе представить, но это по сути, потрапят и самедрит. Мы в других местах, когда говорится о другом мире, мы можем увидеть, что люди в том мире живут с теми представлениями, которые они обрели в этом мире, начинают, по крайней мере, свой путь в том мире. Это то, что можно сказать. Да, вот дело в том, что вот это и очень удивительно, как-то вообще даже непонятно. И Белам-то, он же уже давно в том мире находится, уже как бы была у него возможность что-то передумать или понять, и тем не менее он остается на своих позициях таких злодейских. Вот это, конечно, очень странно. Даже не знаю, что с этим делать. Я тоже не очень знаю, что делать, не все понятно, но можно взять как бы то, что доступно пониманию, представиться перед этим. Есть Белам, злодей, колдун, есть Титр, разрушитель храма, и есть человек, Аноцри, которому отношение, конечно, крайне-крайне отрицательное, но тем не менее как бы его устремление, он не был устремлен на то, чтобы разрушить, на то, чтобы сломать что-то, он был устремлен на добро, так как он понимает, безусловно, что стремление к добру тоже может привести ко многим-многим отрицательным моментам, но в том мире есть разница между ним и Титом, и Беланом, Беланом, Калдуном, Титом, разрушительным храмом. Это то, что можно себе представить. Это я хорошо вот поняла, но еще тогда получается, может быть, есть возможность, что люди, которые вот при жизни настоящей верили в Ануцри, может, они тоже тогда смогут раскаяться. Это я не знаю, это выше выше моего понимания. То, что можно сказать, то, что можно сказать, что, скажем, есть совершенно разные люди, и одних, скажем, напрямую говорят, христианская вера толкает, мягко говоря, на очень хорошие поступки, и на насилие, и на убийство, если говорить, там, скажем, взять и в средние века, и правители, и служители церкви, и так далее. Но есть люди, для которых, скажем, для которых добро, и они понимают, что такое добро, и высокое добро, и ценность человеческой жизни, они оказываются превыше их веры, превыше их представлений. И о них можно говорить, как у праведников, несмотря на то, что их вера, скажем, неправильная, искаженная вера, которую принес Аноцри в этот мир. Тем не менее, она не затронула глубоко их души, и они остались чистыми в таких чисто человеческих позициях. То есть, я думаю, что все зависит от человека, от его постуков, от его честности, от того, что он делал в этом мире. Сам себя... За табличку вообще большое очень спасибо. Теперь хотя бы можно будет немножко ориентироваться, она поможет. Я пришлю вам, да, пришлю вам, и я думаю, что действительно как-то это поможет. Мне было очень жалко возвращаться к материалу, который мы с вами в общем-то разобрали. С одной стороны, с другой стороны, хотелось все-таки как-то представить такую некоторую схему. Я рассчитываю, что вы помните то, о чем мы говорили с вами до этого. Как бы не стал повторять все, что мы с вами учили. Равзеев, за таблицу действительно большое-большое спасибо. Просто замечательно. Я очень рад, что я постараюсь через Натана разослать всем. И мы попробуем с вами дальше сделать то же самое с эпохой Амараев. Посмотреть их. И я уже понимаю, что нельзя объять необъятное, нельзя в рамках наших лекций как бы углубиться в тому. но очень-очень хочется затронуть многие моменты хотя бы для того, чтобы у вас было представление и о Талмуде, и о вопросах, которые там разбираются, и вот сказать такой подводной части, о той части двух третьих айсберга, которая остается под водой. Хотя бы представление об этом очень хотелось чтобы у вас было. я сегодня как я вам говорил приготовил куски из книги Зор, но не успел. Мы попробуем с вами все понемножку затронуть. Есть что-то еще из вопросов? Есть вопрос к предыдущему вопросу. А можно сказать, что это просто была их задача конкретно тех людей? Еще раз не понял, была их задача? Да, то, что они делали, какие-то нехорошие поступки, скажем так. Можно сказать, что это просто была их задача? Нехорошие поступки людей, что это была их задача? Ну, именно тех людей. Белама окей. Смотрите, сказать, конечно, сказать, конечно, можно. Но мы с вами, как бы, мне кажется, в начале, разбирая принципы веры, мы разобрали, что у человека всегда есть свобода, у человека всегда есть свобода выбора. Свобода, и поэтому сказать, что человек не несет ответственности за то, что он делает, потому что он был инструментом в руках Всевышнего, это невозможно. Конечно, понять до конца механизм свободы выбора невозможно. Сегодня пытаются понять его на уровне квантовой механики, используя принцип неопределенности, который действует на элементарных, который действует на элементарных частицах. Я не думаю, что эти научные изыскания приведут к чему-нибудь, хотя они являются интересной иллюстрацией неопределенности, невозможности познать и узнать какие-то моменты. принцип свободы выбора его тоже нельзя определить до конца, но хотя можно представить себе такую вещь, что свобода выбора есть всегда у человека, по какому пути ему пойти. Вот что-то типа легабель, как у Акуджану. Каждый выбирает по себе женщину религию дорогу, дальше меч для битвы, шпагу для дуэля и так далее. Каждый выбирает по себе, никому претензий не имеет. Каждый выбирает, у каждого есть свобода выбора. Другое дело, что свобода выбора не является константой, она не является одной и той же величиной, скажем, 50 на 50, допустим, она зависит от предыдущего состояния, то есть от предыдущего выбора человека. Если человек выбрал правильно, условно говоря, то у него появляется возможность и в следующий раз выбрать правильно, и в следующий раз выбрать правильно. Один из một льصов, о котором мы с вами говорили, Бен Азай, он говорил, что заповедь влечет за собой заповедь, а преступление влечет за собой преступление. То есть выбор всегда есть. И иногда человек заходит настолько далеко по пути злодейства, что сделать правильный выбор ему очень трудно. И он становится просто инструментом в руках Всевышнего и совершает преступления. Всевышний, если так можно сказать, использует его как орудие, толкает на преступления. Но ответственность лежит все равно на нем, потому что изначальный выбор сделал он. И к этому пришел и к такому состоянию он также пришел сам. Поэтому никогда с точки зрения иудаизма не снимается ответственность человека за его поступки. И мы не говорим о том, что такой божий промысел, так надо было. Человек был инструментом в руках Всевышнего и так далее. У нас нет таких рассуждений. Правильность есть праведность и злодейство есть злодейство. И за все человек несет ответственность. Так же, как сказал тот же самый Рави Акива, все предвидено, но право дано. И этот мир похож на магазин, где дают займы, где дают займы, ты заходишь, берешь, что же тебе нужно, но за все потом придется платить. За все человек платит иногда, может быть, он получает награду, но в принципе не бывает такого, чтобы какой-то поступок можно было списать на Всевышнего. Это наш глобальный совершенно принцип, который нас отмечает и от христианства, и от ислама, которые с этой задачей, проблемой справиться не могут. Окей, это то, что можно сказать. А здесь, кстати, еще интересный вопрос. Вот, смотрите, если можно, одну секунду, вот у нас есть в чате, да, Олег спрашивает, да, предвидели ли Таная столь длительные знания, говорили ли они о его смысле, кроме как о наказании. И смотрите, да, скажем, да, это еще, вы знаете, такие вопросы, которые, скажем, на целую лекцию как минимум тянут, да, ну что делать, я попробую ответить. Не предвидели ли Таная столь длительные знания. Кто-то, кто-то, да, 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 можно сказать, предвидели, да, но были мудрецы типа раби Акива, которые считали, что, если так можно сказать, судьбу можно изменить, да, судьбу можно изменить. То есть, тот же, мы помним, что раби Акива, раб Папас говорил, что Акива у тебя скорее трава вырастет на щеках, чем придет Машир, да, и один из комментариев, что он упирался на то, что и знание должно быть как минимум 400 лет, как было и знание в Египте 400 лет, не может прийти Машир. Раби Акива ему ничего не ответил, потому что он понимает, что есть расчеты, что есть, как бы, видение ситуации, есть предсказания, но есть еще одно, да, есть еще одно, есть милость небес, да, есть милость небес. И раби Ханина Бан Тардион, он сформулировал это, раби Кисма, он сформулировал, да, таким образом. Раби Кисма сказал, что вот сожгут тебя вместе с Торой. Раби Тардион ему, раби Ханина Бан Тардион сказал ему, Мина Шама и Мира Хаму, с небес поминуй. Раби Кисма ему говорит, я тебе говорю реальное дело, реальное дело, исходя из реальной ситуации, да, что тебя сожгут. А ты мне говоришь, Мина Шама и Мира Хаму, с небес поминуй. Поэтому мы видим, да, конечно, предвидели, конечно, предвидели и длительные знания, и трудные знания, они уже видели его своими словами. Эпоха Ирода – это не сахар. Эпоха Адриана – это ужасная эпоха. Вообще просто, скажем, римская власть, римское знание было ужасным. Вот они это видели, они это предвидели. И одни говорили, что ничего невозможно сделать, что этот народ сильный, и ему дали власть с небес, как говорил Раби Йосебен Кисма, да, что разве не видишь, что этот народ сильный, и ему, значит, ему дали власть с небес. Другие говорили, Мина Шама и Мира Хаму, с небес помилуют, мы не можем, не можем, да, мы просто не выживем в такой ситуации. Интересно, кто из них был прав. Интересно, кто из них был прав. И можно посмотреть на, скажем, на нашу последнюю историю, на создание государства. И мы видим, что были люди, которые были готовы долго ждать. А были люди, которые были готовы постепенно собираться, переселяться в землю Израиля. А были люди, которые говорили, что если мы не сейчас не восстанем, не создадим своего государства, то мы не выживем. Мне в свое время, в мою бытность в отказе, когда, скажем, была очень напряженная борьба и на духовном фронте, и за то, чтобы не обрушить железный занавес, были люди с Запада, которые приезжали как туристы, я с ними встречался, и мне кто-то из них говорил, ну что так нервничать, что так нервничать. Ну не сегодня, ну не завтра, ну через 10 лет, через 15 лет эта власть падет, и железный занавес откроется, и будет выезд. Поэтому совершенно непонятно то переживание, то напряжение, то борьба, которую с таким напряжением ведут отказники. Вот я на это сказал, что смотрите, я думаю не только о себе. Я думаю о том, что происходит вокруг. Я думаю, что через 15 лет, если еще эта власть продержится 15 лет, и ситуация останется такой же, 15 лет, то вам некого будет спасать. Вам некого будет спасать. То есть, понятно, что народ асимулируется, утратит даже те слои искорки, которые могут помочь ему подняться в Израиле, в Святой Земле, в стране, где есть возможность соприкоснуться с Турой. Ну через 15 лет некого будет спасать. И понятно, что этот диалог, иногда внутренний диалог каждого, иногда диалог внутри народа, он продолжается постоянно. И, конечно, все зависит от ситуации. Но сказать, что видим, что, скажем, школу Шамая запретили в Явне, и Явне, естественно, пошло по пути Рабан Юханан бен Закая, который хотел спасти хоть немножко город Явне, его мудрецов, школа, в которой будет продолжаться изучение Торы, вот хоть немножко спасти. И, естественно, что Явне пошло по этому пути, спасти хоть немножко, прыгнуть голову. И, тем не менее, мы видим, что школа Шамая прошла под столом, она привела к восстанию Барковбы, и это не было восстание одного человека или какой-то группы разбойников, как часто это представляют. Это было восстание всего народа, и оно могло победить, если бы приложили еще больше усилий, если бы Галилея присоединилась, если бы присоединились провинции к этому восстанию, то можно было бы добиться победы. Но само восстание, оно практически было неизбежно, невозможно было не сопротивляться этой власти. То есть, это то, что можно сказать. Так что предвидели Танайи, предвидели. Предвидели, и одни из них думали, что можно пережить это изгнание. Говорили ли они о его смысле, кроме как о наказании, тут нужно представить себе такой момент, что нету бессмысленного наказания. Наказывают только тех, кто может исправиться. Наказания нету, есть исправление. Никогда не продолжают наказывать, когда человек уже находится на пути исправления. То есть, тоже здесь есть разные механизмы, о которых можно говорить. Но, в принципе, просто наказание как мести, его не существует. И то, к какому исправлению приводит изгнание, очень трудно понять. Конечно, глядя на какие-то вещи глобальные, мы можем представить себе, что с разрушением первого храма исчезло идолопоклонство после изгнания Вавилона. С разрушением второго храма исчезли цедукеи. Секта цедукеев исчезла, которой было совершенно невозможно, с ней было существовать. И что-то происходит, какое-то происходит исправление. Но говорится, что Всевышний пожалел о том, что он сотворил несколько творений. В частности, это халдеев и изгнание. То есть, мы понимаем, что Всевышний пожалел. Вот условный язык. Просто невозможно понять, как изгнание приводит к какому-то исправлению. В изгнании только теряются все качества, только набираются проблемы. И когда народ возвращается из изгнания, ему требуется... Как раз тогда ему требуется исправление. Как раз тогда можно только начать что-то исправлять. Как бы по изгнанию, как наказание. Окей. Ладно. Мы с вами остановимся. Таблицу я вам пришлю через Натана. И кроме ответов на вопросы, пишите ваши соображения. Пишите, что вы хотите услышать, что вас интересует. Я стараюсь все учесть. В следующий раз мы попробуем с вами продолжим эпоху Амараев. Может быть, раньше, в первых страхах, как бы, мы возьмем, пытаемся представить себе книгу. Узор не как мистическое учение, а как очень интересный философский труд. А пока всем самого доброго. Я выключаю запись. Спасибо большое. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Розле. Всего самого доброго. Спасибо.